Из разряда напряжённой в удовлетворительную. Таковы данные мониторинга наркоситуации в Ненинском округе. Благодаря чему удалось изменить ситуацию. В Ненинском округе стартовал профессионал года 2019. В течение трёх дней участники и гости конкурса смогут принять участие в различных мероприятиях, мастер-классах и круглых столах. Пути взаимодействия. Сенатор от Ненинского округа провела рабочую встречу с юноармейцами. Какие договорённости были достигнуты? В Ненинском округе стартовал региональный этап общероссийского проекта «Волейбол-школу». Команда, победившая в младшей возрастной группе, примет участие во всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч». Кто в фаворитах? Здравствуйте! С событиями этого дня познакомлю вас я, Иван Никонов. Губернатор округа Александр Цибульский проинспектировал ход строительства дороги Ныринмар-Усинск. В ходе поездки глава региона встретился с руководством подрядных организаций, которые ведут строительство первого и третьего участков автодороги. Кроме того, Александр Цибульский проверил качество содержания зимней автодороги и побывал на пункте весового контроля на автомобильной дороге Ныринмар-Усинск. Вместе с губернатором с инспекцией на зимник отправилась и наша съемочная группа. Специальные репортажи Олега Катанзейского и Дмитрия Лукевича с места событий смотрите в среду в 20.00. В телевизионном эфире телеканала «Север» и в нашей группе ВКонтакте. В Ныринмаре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии Денинского округа под председательством главы региона Александра Цибульского. По итогам 2018 года наркоситуация в Денинском округе оценивается как удовлетворительная, при том, что в 2016 и 2017 годах она оценивалась как напряженная. Всего в результате проведенных мероприятий правоохранительными органами в 2018 году выявлено и поставлено на централизованный учет 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 36 относятся к категории тяжких и особо тяжких. 8 совершены в крупном размере. За прошлый год из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 37 граммов наркотических средств. 10 из них синтетического происхождения и 27 растительного. Архангельской таможне выявлено одно преступление по линии незаконного оборота наркотиков. Уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды синтетического наркотика в крупном размере в международном почтовом отправлении из Гонконга. Согласно поступившей оперативной информации на территории Ненинского округа, в подавляющем большинстве случаев происходит сбыт привозных наркотиков, которые поступают из внутренних регионов России. Как следует из доклада ОМВД по Ненинскому округу, в целом оперативная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Ненинского округа в 2019 году останется стабильной и контролируемой. В целом у нас наблюдается определенная положительная тенденция. За это всем присутствующим хочу выразить благодарность. Это результат вашей работы. Но расслабляться рано. Нам еще есть куда стремиться, и ситуация пока далека от идеальной. Поэтому нужно продолжать работу с не меньшей отдачей. Обратился к членам комиссии Александр Цивульский. Конкурс «Профессионал года-2019» стартовал в Ненинском округе. Торжественная церемония открытия состоялась в телевисточном социально-культурном центре «Престиж». В течение трех дней участники и гости регионального конкурса педагогического мастерства смогут принять участие в различных мероприятиях, мастер-классах и круглых столах на базе Центра ДАР, Ненинского регионального центра развития и образования и Дворца спорта «Норд». Конкурс педагогического мастерства проходит в округе ежегодно. На местах уже прошел так называемый заочный тур. И сейчас в окружной столице начинается масштабная борьба лучших из лучших. В начале мероприятия на подственный адрес от губернатора Ненинского округа Александра Цивульского. Учительский труд – это не просто профессия, это состояние души. И, безусловно, призвание. Сегодня в этом зале собрались ведущие педагоги Ненинского автономного округа. И, находясь здесь, на сцене, ощущаешь особую энергетику, дух творчества и подвижничества. На этот раз учителя и руководители образовательных учреждений выступают в шести различных номинациях. Заместитель руководителя образовательной организации, педагог-психолог, сердце отдаю детям, учитель-дефектолог. Евгения Шибалова, преподаватель аграрно-экономического техникума, борется за звание преподавателя года. Она активный участник педагогической жизни в своем учебном заведении. Ну, заочный этап потребовал определенного времени. Необходимо было обобщающий опыт сделать и непосредственно продемонстрировать свой рабочий сайт педагогический. А почему участвую в этом конкурсе? Ну, я вообще активно принимаю участие не только в образовательном процессе, но и все олимпиады профмастерства, профессиональные конкурсы. Мы активно участвуем во всем. И я решила, почему не попробовать себя здесь. Надежда Вольхина, преподаватель из села ОМА, решила попробовать себя в номинации заместитель руководителя образовательной организации. Педагог считает, главное в школьной административной деятельности понимание своей работы, стремление к самосовершенствованию. Ну, я, в общем-то, морально была готова, потому что в прошлом году участвовал наш директор Людмила Владимировна. Поэтому, ну, она, в общем-то, рассказала, как это происходит, что это надо делать, надо участвовать в таких конкурсах. И поэтому тогда, в этом году меня выдвинули, я дала согласие. Уже сегодня участники конкурса приступают к очной части, проводят открытые уроки, мастер-классы, участвуют в круглых столах. Работу конкурсантов оценивает жюри. Судить профессионалов непросто. Вообще очень сложно решиться на участие в этом конкурсе, потому что, ну, педагоги, люди настолько заняты, и выкроить время, и часто они себя недооценивают. Они, ну, не всегда считают, что они достойны участвовать в таких вот конкурсах. Но на самом деле конкурс очень важный, очень нужный. Здесь будет передан бесценный опыт, тот, который наработан данными участниками, которые в этом году принимают участие, он будет востребован, он будет использоваться другими. Это очень важно. Учредителями конкурса традиционно выступает Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа совместно с Ненецкой окружной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Организатор Ненецкий региональный центр развития образования. Конкурс проводится в целях повышения престижа и профессионального мастерства педагогического работника. Ну и, конечно же, если участники выступают, то они повышают статус своей образовательной организации. В прошлом году в конкурсе «Профессионал года» приняли участие более 50 педагогов из Ненецкого округа. Победителей выявили в пяти номинациях руководитель года, педагогический дебют, учитель родного языка, воспитатель года и учитель года. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». О развитии наставничества и добровольческой деятельности в Ненецком округе сегодня шла речь на заседании комиссии собраний депутатов по вопросам образования, культуры и спорта. Доклад на эту тему представила руководитель профильного департамента Лина Гущина. В частности, решила об анализе потребностей финансовых средств, направленных на волонтерство в регионе. Тема наставничества важна как для страны в целом, так и для Ненецкого округа в частности. Развитие данного направления определено национальным проектом «Социальная активность». Для каждого региона установлены четыре показателя, которые необходимо достигнуть. Рост волонтерской деятельности к 2024 году будет увеличен от 10 до 50%. Показатели у нас определены, и сейчас мы понимаем, что нам, чтобы их достигнуть, мы также будем активизировать работу на базе наших СПО, потому что основной у нас костяк их и уже данная молодежь будет являться двигателем для развития всего добровольства и волонтерства в округе. В Ненецком округе добровольческая деятельность проходит по таким направлениям, как событийное волонтерство, инклюзивное, социальное и другие. Так региональным отделением Российского Красного Креста организована служба милосердия, которая оказывает помощь в социальном обслуживании на дому. Депутаты предложили распространить такую практику и на окружные села. Самое социально значимое видов волонтерства – это социальное волонтерство. И все-таки хотелось бы обратить внимание на развитие данного направления в сельских населенных пунктах, потому что есть такие проблемы, там и где-то бабушки, дедушки проживают отдельно, да, нет ни близких, ни родных, предположим, там привезти воды. Ну, такие, казалось бы, приземленные темы, но действительно они волнуют население. Как отметили представители профильного департамента, к этой работе могли бы подключиться волонтеры Победы. Сейчас они организуют на селе различные патриотические акции. У нас в сельских населенных пунктах очень хорошо сейчас работают волонтеры Победы. Тоже такое направление патриотическое, волонтерское. То есть они как раз реализуют такую межрегиональную программу. Сейчас работает дом со звездой, вешают звезды на дома ветеранов и там, где жили ветераны, а также помогают этим ветеранам. То есть акции проходят. Депутатов интересовал вопрос вовлеченности подрастающего поколения в волонтерство. Внесено предложение о мотивации детей-подростков в добровольческие инициативы, особенно в вечернее время. Наталья Кислякова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Законодатели Северо-Запада обсудили подготовку кадров для региональных экономик в высшей школе. Этот вопрос был вынесен на заседании Постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе, которая состоялась в Сыктывкаре. Собрание депутатов Нинецкого округа на нем представил Андрей Смыченков. Как отметили парламентарии, региональное образование пока не получило должного отражения в национальных проектах, а приоритеты в основном сосредоточены в глобальных областях. При этом в большинстве регионов Северо-Запада наблюдается отрицательная демографическая и миграционная динамика. Это сказывается как на подготовке кадров, так и на экономике в целом. Поэтому в первую очередь необходимо повышать привлекательность проживания в регионах. Сделать это можно за счет структурного изменения экономики, поддержки молодых семей и внедрения целевого обучения. Прозвучали предложения и о возрождении процедуры обязательного распределения студентов, получивших образование за счет бюджетных средств. Для повышения уровня прикладных знаний члены комитета предложили создавать на предприятиях филиалы образовательных учреждений, соответствующими кафедрами и лабораториями. Член Совета Федерации Ольга Старостина провела рабочую встречу с региональным штабом Юной Армии. Мероприятие прошло в рамках налаживания взаимодействия власти с молодым движением. Юная Армия в России с каждым годом набирает популярность. В Ненецком округе движение появилось сравнительно недавно, три года назад, но уже насчитывает более 200 человек. Юные новобранцы проводят активную работу в поисках пропавших людей, занимаются волонтерством, несут вахты памяти, участвуют в различных мероприятиях не только на региональном, но и всероссийском уровне. На встрече с подробным докладом о проделанной работе выступил начальник регионального штаба Юной Армии. Данил Ахмаренко поделился планами на будущее. Одно из самых главных мероприятий у нас – это планируется Парад Победы. В прошлом году у нас шла коробка 24 человека. В этом году мы планируем уже порядка 40 идти. Постепенно-постепенно с миру по нитке я думаю, что мы пойдем в одну из самых больших коробок в городе. На очной встрече встал вопрос о предоставлении помещения для штаба Юной Армии. Ольга Старостина пообещала решить данную проблему в кратчайшие сроки. По ее словам, такое значимое движение нужно поддерживать. Такое движение, как Юной Армия, очень будет способствовать тому, чтобы ребята выходили из таких ситуаций. А то у нас очень много теперь планшетов, телефонов, компьютеров. Вот это очень сильно привлекает ребят, молодежь. Их надо оттуда, конечно, доставать, вытаскивать оттуда. То, что вы сегодня делаете, это очень большое и полезное дело. Я думаю, уверена, просто уверена, что будет очень хороший и положительный результат. Вы сегодня пример той молодежи, которая у нас есть. И мне очень приятно, что у нас девочки участвуют в этом движении. По окончании встречи начальник регионального штаба презентовал Ольге Старостиной знамя и нашивку Юной Армии. Напомним, что движение юноармейцев появилось при поддержке президента Владимира Путина. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа проводит три конкурса для молодежи. Конкурс социальных проектов, волонтерских проектов и проектов патриотического воспитания. Самые интересные инициативы молодежных лидеров получат финансовую поддержку из окруженного бюджета. Так, в рамках конкурса социальных проектов максимальная сумма поддержки составляет 50 тысяч рублей. Участвовать в нем смогут граждане от 14 до 30 лет. Приоритетные направления конкурса – воспитание гражданственности и патриотизма, формирование здорового образа жизни, укрепление института молодой семьи, формирование толерантного поведения и другие. Заявки на конкурс принимаются до 20 марта. Что касается конкурса проектов патриотической направленности, участвовать в нем смогут жители округа с 14 лет. Размер средств на реализацию проектов также предусмотрен до 50 тысяч рублей. На конкурс принимаются проекты, связанные с организацией поискового движения, проведением мероприятий, посвященных памятным датам страны и округа, проведением патриотических акций и мероприятий. Заявление принимается до 15 мая. На реализацию волонтерских проектов молодые люди с 14 до 30 лет смогут получить до 30 тысяч рублей. Конкурсные проекты должны быть направлены на поддержку детских домов, людей с ограниченными возможностями здоровья пожилых людей. Заявки принимаются до 20 марта. Волейбол в школу. Региональный этап соревнований по волейболу среди общеобразовательных учреждений Ненецкого округа стартовал в Наринмаре. За звание лучших волейболистов во дворце спорта «Норд» борются 24 команды, 7 из них сельские. Турнир продолжается 6 дней. Завтра в среду состоятся финальные матчи. Ежегодные соревнования по волейболу собирают на Наринмаре лучших игроков со всего округа. В этом году 7 из 24 команд приехали из сельских школ. Спортсмены с поселка Красное Александр Скрябин немного волнуются, ведь его команда таким составом играет впервые. Говорит, что тренер настраивает их на победу. Волейболами занимаюсь года три. Один раз пришел в школу, начал играть, понравилось. Потом начали тренировать, а потом уже все больше начало интереса проявляться к этому виду спорта. Традиционно девичьи команды из городских школ считаются одними из сильнейших в турнире. Вот и на этот раз команда старших девушек из городской школы номер 4 по промежуточным результатам на первом месте. Это командная игра, когда ты можешь положиться на другого человека в твоей команде и именно внутри игры ты чувствуешь какой-то драйв, какое-то невероятное чувство, когда ты можешь выложиться на все сто и болельщики будут тебя поддерживать, твоя команда будет тебя поддерживать. И когда ты чувствуешь вкус победы, это незабываемые чувства. Девятиклассник из Харуты Гаврил Филиппов занимается этим видом спорта с четвертого класса. Говорит, что его команда настроена на победу. В этом виде мне спорта нравится командная игра. И в том, что каждый может проявить свою инициативу и доказать, что сполученность лучше всего. Претензии на победу абсолютно обоснованы. В прошлом году команда харутинских спортсменов заняла второе место в финале. Сейчас, пока идет без поражения, тренер команды верит в успех. Воспитывать детей нужно с раннего возраста, потому что за год это ничего не сделаешь. Постоянство, чтобы было в тренерской работе, чтобы дети были с желанием ходили, конечно, на тренировки. К сожалению, у нас школы маленькие, сельские. И набрать детей возраста того, как второго полагается, нет возможности. К сожалению, у нас участвуют только девятиклассники. 10-11 класса мальчиков нет, поэтому мы младше, но стараемся, боремся, будем стараться победить. Старшие юноши играют по кругу. 20 марта состоятся стыковочные матчи. Тогда же определятся победители. По регламенту проведения турнира, если у нас в соревнованиях участвует 7 и менее команд, мы играем по круговой системе. Это каждая из каждого победителя будет определяться по наибольшему количеству набранных очков. Если у нас 8 команд и более, то делимся на группы, играем по кругу, затем стыковые матчи. Финальные игры пройдут завтра, 20 марта. По итогам соревнований команды-победителя в младшей возрастной группе будут представлять округ на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч», который пройдут в городе Петрозаводск с 22 по 28 апреля. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok